а пойдем территорию посмотрим здесь то есть ну просто можно гостей да с гостями посидеть ну слушай компактный бассейн вот это компактный бассейн дженни это телевизор друзья всем привет находимся мы сегодня в алане и наконец-то наш долгожданный выпуск все-таки мы дождались нашего риэлтора которого 6 числа вышла на работу мы уже с ней наверно часа два до провели время задавали очень много вопросов все эти вопросы мы сами перескажем вам в конце этого видео а сейчас я хочу вас познакомить с валерией валерия это нам выделили персонального такого риэлтора с компании от ата берк ст это все забывая это название и она сейчас нам покажет три квартиры три варианта от самого дешевого за за 24000 евро переводите сами по курсу и чуть-чуть подороже и еще чуть-чуть подороже три варианта в общем сегодня будет смотрите друзья будет очень интересно и в конце еще ответим на множество вопросов из что касаемо медицины пенсионеров документов рисков и всего остального все всем приятного просмотра и лайки ставьте пожалуйста сразу может для вас стараемся несколько вопросов валерия вот мы сейчас едем махмудлар я правильно понимаю и слышал что его называют русская алания вообще что там очень много русских это украинская русская белорусская казахская сообщество комьюнити так называемая там наиболее крупное скопление русскоговорящих людей там вы можете в каждую аптеку каждый госпиталь в магазин зайти и с вероятностью процентов 80 вы столкнетесь с тем кто говорит на русском языке дело в том что буквально лет 7 назад в махмудларе была самая дешевая недвижимость самая экономичная махмудлар был достаточно мало застроен соответственно страны бывшего советского союза желая сэкономить покупали именно здесь сейчас махмудлар расстроился до таких масштабов что это ну чуть ли не второй центр алании то есть здесь уже самостоятельные свои кафе клубы дискотеки супермаркетные рестораны здесь полностью своя инфраструктура с парками совсем но за счет того что еще в то время цена не съехала до очень много русскоговорящих сейчас же в основном даст по сарафанному радио друзья подтягивают друзей своих родственников и вот такая община у нас основалась то есть например махмудлар это наиболее русскоязычный райончик кистель там больше германия финляндия центр махмудлар до сих пор правильно понимаю остался самым дешевым районом по недвижимости это очень спорный вопрос так как если мы берем внимание вторичную недвижимость да здесь все еще самые дешевые цены во всем городе но если мы будем рассматривать новостройки за счет того что здесь большие участки земли свободны здесь единственное место практически где возможно расстроить огромный комплекс шикарным бассейном своим парком какой-то инфраструктурой конечно и ценник здесь растет так как центр это очень плотная застройка это маленькие комплексы и просто нет возможности развить огромную инфраструктуру так ну что друзья мы приехали на живой комплекс вот он позади меня давайте сразу покажу немного улицу на какой улице он находится обратите внимание какой широкий тротуар с этой с той стороны здесь кстати сразу мигрос идет это супермаркет фитнес какой-то так вот выглядит улица по сочинским стандартам если довольно таки неплохо выглядит ровное место большой тротуар чего у нас очень не хватает сочи ну сейчас зайдем во внутрь посмотрим что там прямо напротив него автобусная остановка и развязка идет прямо до центра города алании каждые пять минут пожалуйста вышли и поехали никаких трудностей с транспортом нет парковочка есть подземный паркинг также вот у нас вход в него с другой стороны здесь то есть уже вход а здесь продается как-то парковочные места или они для всех не продаются парковочные места они общие для всех это круто туристического направления скажем так они идут под сдачу в основном не все люди приезжают на машинах если машина есть то она арендованная она не будет здесь стоять круглый год то есть нет такого чтобы все места были забиты Валерия вот это что у нас вся придомовая территория это наша что ли это да вот самая дешевая квартира и вот такая и вот такая придомовая территория вот это все летом работает лето все работает более того они сейчас вот здесь детская зона идет небольшая один для взрослых водная горка одна но она есть но когда есть это более чем достаточно водная горка одна всего лишь и баскетбольная площадка забирать у них работу а там что такое зона для барбекю она достаточно скромная но она есть то есть можно подойти там есть раковина там есть гриль воспользоваться в любое удобное время есть детская небольшая площадочка и баскетбольная площадка то есть это то что у них по открытой территории но здесь да вот это все накрывается сейчас все убрали так что друзья немножко пофантазируйте представьте как здесь летом все это красиво выглядит правильно были в сочи здесь была бы парковка если бы мы были в сочи здесь бы стоило знаешь сколько чтобы с такой придомовой территории как Валерия говорит неказистая да но хотя бы она есть и всего лишь одна горка всего лишь бассейн бассейн ну ладно пойдемте не будем позорить сочи при валерии пойдемте зайдем посмотрим что внутри но все посмотрим ничего себе да самое дешевое я думал здесь сейчас вообще будет как ЖК Риво там на лысой горе у нас так давайте сразу поясним у нас жмите жмите у нас нет просто понятия 1 плюс 1 2 плюс 1 1 плюс 1 это у них будет получается кухня студия большая и спальня правильно я понимаю в которой мы квартире живем сейчас по которой мы снимали обзор сейчас вылезет ссылочка на экране вот это 1 плюс 1 2 плюс 1 соответственно две комнаты то есть спальня детская например и опять же большая кухня гостиная всегда большая кухня гостиная очень в редких случаях строится отдельно кухонная зона отдельно гостиная спальня это в основном в турецких домах такое встречается больших комплексах все-таки студия причем зачастую мы заходим сразу в кухню то есть нет никакого коридора вообще по размерам вот у нас например я заметил 1 плюс 1 вот это вот 76 квадратных метров у нас бы блин ну трехкомнатная бы сто процентов было в 76 квадратах но где-то балкон у нас тоже в сочи входит вот кусок лестничной площадки и стены тоже учитываются как нам пояснили но где-то минус 5 квадратных метров до больше 5 тире сколько а если мы берем во внимание балкон то во многих комплексах балкон занимает минимум 7 не не балкон хорошо балкон у нас тоже входит именно стены и лестницы 5 6 квадратов да сразу почитать сразу я просто смотрю на двери бы толстенные двери так это сколько квадратов здесь 30 квадратных метров это студия немножко нечистая вот это все что здесь есть остается или это все заберут холодильник валерия давай сразу 30 квадратных метров цена все хорошо это там что-то там 2 миллиона наверно будет по нашему вот здесь такое такое большое лоджия до скорее ну и в принципе она как полезное пространство можно организовать на море здесь очень часто на таких балконах особенно в квартирах студия устраивают столовую то есть кухонка служит исключительно как варочная поверхность полноценная гостиная на спальне диван разложили здесь спать а кушают люди на балконах в летнее время вот эти все окна раздвигаются можно свежем воздухе сидеть зимой все у нас закрыто для того чтобы дождь ветер ничего не повредит так давайте еще санузел глянем так вот у нас санузел купили себе свое те же 24 тысячи вложили но могут сколько захотят приезжать на тот период времени которые захотят делать здесь то что они хотят тем более если сравнивать например с трехзвездочным отелем в этих комплексах отдыхать гораздо комфортно почему вы не видели турецкие трехзвездочные отели наверное все что здесь по набережной это в основном парты это маленький бассейн не всегда чистый это очень 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 много людей плюс таких комплексов в том что никогда не бывает такого чтобы весь дом одновременно в один месяц приехала отдыхал здесь всегда полупусто нет необходимости выходите с утра полотенцем себе лежал забивать валерия подскажи пожалуйста вот пока меня нет я же могу эту квартиру сдавать например и сколько примерно за сколько ее можно вот такую вот небольшую студийку сдавать если это будет сезон да это где-то с мая по конец сентября такую студийку долларов за 350 400 в месяц можно если это будет зима то сдавать конечно проблематично это будет 150 максимум 200 в месяц да конечно краткосрочные аренды в турции нет нельзя штрафуют нельзя здесь запрещено здесь очень строгие короче наш вариант сочинский не прокатит 5 месяцев вот этот сезон сдают чисто посуточность остальное время сдают длительно такой вариант не прокатит друзья ну можете на свой страх и риск так ну в принципе да квартирку бы чуть-чуть ее просто она в таком этом чуть грязновато да а так в принципе да здесь все это помыть как-то здесь все ну более так уютненько сделать все будет классно квартирка небольшая все спасибо давайте подъемте следующий посмотрим итак друзья следующий комплекс касса объемка он находится вот за нашей спиной такой вот он красавчик у нас снаружи лакшери ритм вообще обратите внимание какие новостройки да здесь какого вида просто я опять же сравниваю сочи и просто на уровень выше все это обратите внимание опять же что мне очень нравится офигенный просто тротуар широченный да где можно гулять спокойно улица и еще тротуар тебе пожалуйста моря да он одну 100 метров наверно 200 150 может там просто уже пляж начинается лучше недалеко я совсем недавно прогуливалась одна и недалеко от комплекса касса бьянка расположен большой рынок махмутлара который работает по субботам он просто огромный там можно купить продукты на все и продукты овощи и фрукты буквально за копейки так все ключи валерия вернулась что у нас все плюсы плюсы хочу минус какой-нибудь сказать чтобы вы не сказали что я тут что-то вам рекламируют блин давайте сейчас буду искать минус стараться стараться да ну честно говоря да сразу видно что получше уровень так посмотреть вот эти не мелкие тротуарные плиточки здесь огромное оригинальное освещение уже дизайнер видно чуть-чуть постарался постоянно здесь старается во всяком случае находиться хоть кто не будет управляющих если нет номер телефона постоянно можно вызвать если что не так пойдем посмотрим здесь то есть ну просто можно гостей да с гостями посидеть так да вот этот комплекс мне побольше нравится для взрослых детская игровая площадка прошел дождь поэтому эти плитки сложили летом плиточки расстилают на территорию вот этого всего квадрата чтобы дети себе колени не погибли душевая зона для барбекю а вот та вот терраса которая стоит за шезлонгами она летом полностью вся укрывается тюлем очень красивая романтичная обстановка создается и матрас туда кладут можно отдыхать территория небольшая но как вам друзья давай есть минусы надо минусы срочно надо минусы слишком все хорошо а но все брать не будем конечно ну слушай компактный бассейн вот это компактный бассейн ладно пойдем вовнутрь так ну что поехали а вот туда куда это выход лист такой красавчик так мы поднялись всего лишь на первый этаж еще и тренажерка сразу блин почему все так классно почему не у нас блин не так так что еще а еще и баня сауна да блин слишком все хорошо так это сауна у нас это массажный кабинет можно то есть массажиста туда же музыка играет такая хотите минус здесь нет подземной парковки здесь только вот придомовая блин тут вид такой с окна даже так здесь туалет здесь душ все пойдем в квартиру подскажи пожалуйста еще еще и да блин это типа женщина расстроилась как ты говоришь пришла сюда включила олегрова и орет на весь дом то есть если я захочу побыхать где-нибудь то мне не обязательно выезжать нельзя так говорить же на канал ты же у нас прекрасный человек замени слова завис за министрова бухать так это здесь как бы общего типа я сюда захожу что хочу тут дело сколько же айдат вот этот вот за обслуживание вот такой все в месяц 30-50 евро в месяц это две четыреста деньги это где-то две с половиной две три тысячи но у нас блин в поседоне и столько же я вам ну сейчас уже говорю знаю поскольку примерно столько же у вас будет выходить но там вообще ничего просто нет просто лифт и и ну консьерж и под шлагбаум въезд пересчитать все это дело что например спортзал вас работает каждый день сауна работает у вас каждый день то есть можешь ходить каждый день сюда всем этим пользоваться это все входит в твой вот этот вот айдат например если в самом уходить да тут где-то платить ну в общем что я вас уговариваю сами считаете и так мы поднялись поднялись на какой этаж 9 8 этаж здесь это же считается не совсем так как у нас по факту мы практически на десятом этаже потому что первые два этажа в счет не идут так это лобби и это у нас шоу-рум в общем здесь уже все готово в принципе для проживания ну сразу можете давайте закроем дверь так это домофон у нас ладно это лампочка давайте со музла начнем так это все у нас дело выглядит душевая кабина это у нас кухня гостиная с выходом на балкон и спальня это один плюс один да вот так вот друзья выглядит квартир один плюс один сколько она стоит вот такая 55 тысяч 55 тысяч за не это телевизор что-то я колхоз андак это не знаю что так может быть и рио перу вообще не видел ни разу такого так давайте выйдем на балкон слушайте но я вообще конечно от ваш от вашей недвижимости турецкой здесь выход со спальни когда лето тут наверно классно блин вообще здесь смотрите вот такой вид здесь минус что нет вида на море но вот примерно вот такой вид так пока здесь находимся решили вам пентхаус показать у нас сто двадцать три квадратных метров цена девяносто девять тысяч евро к сожалению света света нет светом не могу включить но я думаю будет видно так раз у нас комната там два комната обе с выходом на балкон и он у нас кстати двухуровневый кто любитель двухуровневых квартир так здесь у нас еще один санузел конечно же вот этот уже большой классный и огромный прям такой балкон здесь кстати затекла вода с улицы что вот он минус а квартира конечно мечтает здесь прям я не знаю можно что-нибудь построить сразу такие светильнички все все аккуратненько вот этот краник чтобы здесь в общем мыть полы да класс